Успех Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter наглядно показал всему миру, что реалистичные тактические симуляторы могут быть интересны простому народу не меньше, чем классические коридорные шутеры. В течение нескольких недель игра штурмовала вершины чартов продаж в США и Англии, так что анонс второй части напрашивался сам собой. К сожалению, количество заявленных нововведений не так велико, как хотелось бы. Разработчики обещают добавить несколько видов стрелкового оружия, усовершенствовать искусственный интеллект напарников и противников, сделать физическую модель повреждений более реалистичной и выжать из хорошо себя зарекомендовавшего графического движка более качественную картинку. К штурмовикам, пулеметчикам и снайперам присоединится новый класс — медики. А еще нас ждет улучшенная версия специальной системы навигации Crosscom. Теперь ты сможешь попросить кружащую в небе авиацию нанести точечные ракетные удары. О сюжете Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 нам известна самую малость. Усмирение мексиканских террористов в первой части игры не привело ни к чему хорошему. В 2014 году отдельные вооруженные беспорядки переросли в настоящую гражданскую войну, которая рискует перекинуться на территорию США. Министерство обороны приняло решение вновь воспользоваться услугами засекреченного отряда быстрого реагирования призраки. Спецназовцы посетят несколько мексиканских населенных пунктов, а также займутся обороной техасского города Эль-Пасо. Разработчики не стали изобретать велосипед и решили действовать по правилу тех же щей да погущевлей. Это значит, что нас ждет все самое лучшее из первой части, но только на более высоком уровне исполнения. Если тебе понравился оригинальный Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, то напиши у себя в походном блокноте следующую напоминалку. За продолжением в магазины следует отправляться уже этой весной.